Шавуатоп, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Корах, из которой мы можем выучить очень-очень важный урок. Итак, Корах восстает против своих родственников Моше и Аарона и поднимает бунт. Он говорит, Моше, ты еврейский царь, был на небесах 120 дней, первые скрижали, вторые скрижали, с Богом общаешься, как никто другой в истории человечества. И тебе этого мало? Ты своего старшего брата делаешь первым священником. Вы захватили самые такие важные духовные должности, и это беспредел. Сказал Корах, я поднимаю бунт, собирал весь народ, всем говорил, что Моше неправ, высмеивал Моше и так далее, и так далее. Потому что Кораху было обидно, и он завидовал тому, что Аарона сделали первосвященником, а его нет. И там остальных родственников сделали его, какого-то родственника сделали главой колена, главой семьи. А Кораха видит ли нет? И Корах, вот эта гордыня, она его заставила поднять бунт. Говорят на наши мудрецы, что не так просто спорить с Моше и Аароном. Моше общается с Богом, а ты сейчас будешь против него поднимать бунт? Что тебя заставляет? Нужна какой-то предлог, какая-то очень серьезная причина, что дает тебе силу и мотивацию идти против Моше. Просто так против него не пойдешь. Он общается напрямую с Богом каждую секунду. Что тебя заставило и дало тебе вдохновение и силу идти воевать, поднимать бунт против Моше? Говорят на наши мудрецы, что Бог ему открыл большую-большую тайну, что его потомство Кораха будут великие-великие люди, один из которых пророк Шмуэль. Великий пророк, про которого сказано, что он равен по духовному уровню Моше и Аарону. Великий-великий пророк Шмуэль. И что? Бог хотел Кораха успокоить, сказать, слушай, Корах, вот тебя вот эта вот гордыня, тебе мало, ты хочешь ближе быть ко мне, успокойся. Через пару поколений у тебя будет такое потомство святое, у тебя будет сам пророк Шмуэль, успокойся, утихомирь, пожалуйста, свою гордыню. Вы знаете, что сделал Корах вот с этим пророчеством? Вместо того, чтобы успокоиться и сказать, спасибо Всевышний, у меня такое великое потомство, все, я успокоился, прости меня. Он использовал это пророчество как аргумент восстать против Моше. Он сказал, ааа, у меня такое великое потомство, значит, уже сейчас мне Бог говорит, что я могу идти поднимать бунт против Моше. Он, вот эта гордыня, которая заставила его сделать бунт, она его ослепила полностью. И послание Всевышнего, ты пророк Корах, ты великий человек, величайшая личность, просто великая, тебе Бог посылает пророчество. Посмотри на него правильно, но Корах уже был не способен, потому что гордыня его захватила. Желание власти и так далее, и так далее, полностью его ослепило. И даже тот факт, что Бог тебя хочет успокоить и сказать, успокойся, у тебя все хорошо, у тебя такое потомство, ты его перекручиваешь и ты делаешь из очевидного послания Всевышнего то, что ты хочешь увидеть. А ты хочешь увидеть мотивацию идти поднимать бунт. Здесь мы можем с вами убедиться, что очень часто мы смотрим на вещи так, как нам хочется. Мы можем увидеть очевидный факт какой-то, и на белое мы можем сказать черное, потому что мы хотим, чтобы это было черным. Корах, он искажает послание Всевышнего, чтобы себя как-то вот дальше мотивировать, идти делать бунт против Моши Рабейну. Человек способен все исказить, лишь бы все было так, как ему хочется, и так, как он хочет, и думает, что так правильно. Какое же лекарство? Как нам правильно смотреть на вещи? А лекарство только одно – учить Тору и слушать раввинов, чтобы они нам указывали, что белое, что черное. И если мы не способны, а любой человек не способен, если Корах даже так ошибся, и эта ошибка была очень-очень судьбоносной для него, он погиб, и это был огромный грех. То есть, если мы можем совершать такие ужасные преступления из-за нашей гордыни, из-за нашего несовершенства, мы обязаны понять, что нужно учиться, учиться и учиться, чтобы не делать ошибки. И слушаться раввинов, чтобы они нам указывали правильный путь. Спасибо огромное за внимание. Шавуа то.